МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в прямом эфире в гостях Владимир Ильич Козлов, председатель Совета муниципальных образований Ставропольского края, глава Изобильнинского городского округа, и Сергей Борисович Савченко, глава Ипатовского городского округа. Здравствуйте. Добрый вечер. Сразу отмечу, что номер телефона прямого эфира – 333-020, код города 8652. Звоните, будем рады ответить на ваши вопросы. Ну что ж, чем отличается городской округ от муниципального и зачем это объединение вообще нужно? Владимир Ильич? Если можно, да. Я думаю, что городской округ от муниципального округа будет мало чем отличаться на самом деле структурой и так далее. Конечно, это будет выбираться конкретным главой, и право такое есть у каждого. Даже вот у нас, Сергей Борисович, немножко разные структуры управления. Вот, но городской округ или городской муниципальный округ от муниципального района – это абсолютно, скажем так, разные вещи. И понятно, что здесь все, структура управления меняется полностью, и, скажем так, административная как бы составляющая. Ну и, в принципе, скажем так, выстроена работа, которая у нас сегодня уже налажена в наших округах, она также меняется. Поэтому отличия огромные, большие. Если детально это очень долго рассказать, я думаю, в процессе мы обо всем этом... Вы говорите, вот, и Забилинский городской округ, и Патовский городской округ. Несмотря на то, что городской округ и там, и там, но вы говорите, что разная система управления. Чем отличается? Почему так? Если вы позволите, я вот, Владимир Ильич, начну с самого начала. Мы с Владимиром Ильичем, нам посчастливилось, вот, еще в 2017 году, в самом начале, в составе делегации Ставропольского окрая посетить, ну, в первую очередь, Нижегородскую область, где мы столкнулись именно с тем, ну, с целью обмена опытом, с целью посмотреть, ну, во всяком случае, лично я и, думаю, Владимир Ильич тоже, мы очень загорелись этой системой. А они первопроходцы? Да. Они одни из первопроходцев были, и мы как раз-таки столкнулись в Нижегородской области, в разных районах, с разными системами организации того же самого городского округа. Вот, и каждый для себя, видимо, оценивая те или иные параметры, принимал решение по поводу, ну, самая основная там разница-то на самом деле, оставить их юридическими лицами муниципальное образование, сельские поселения, либо их объединить в единую структуру. И вот, например, Изобильницкий городской округ, насколько я понимаю, оставил их юридическими лицами, и в этом была несомненная целесообразность, потому как населенные пункты, ну, многочисленное население. А в Ипатовском городском округе населенные пункты маленькие, и смысла в этом мы не видели, и мы создали единую структуру управления по работе с территориями, в которые вошли уже все. То есть очень важно, что не все под общую гребенку, да, а в каждом районе, в округе... Да, дифференцировано с учетом тех или иных моментов, которые мы анализировали. Плюс мы в ходе этой поездки, конечно же, увидели огромные плюсы. Я считаю, что это, ну, меня, во всяком случае, заразило вот этой идеей. И эти огромные плюсы мы пытались каждого себя воплотить потом. Я тоже немножко добавлю, и можно чуть, ну, более подробно. Действительно, ну, когда шло преобразование в соответствии, скажем так, с финансированием на управление, с штатной численностью и так далее, структуру мы утверждали нашими советами, думами и так далее, представительными органами. И здесь уже у нас было поле, скажем так, нашего... На нашей фантазии, как все должно более эффективно работать. Изучали опыт правильно, спасибо, Сергей Борисович, Минераловодского. Мы, как бы, делегировали туда делегацию, которую изучила, и Нижегородской области. Вот, разные форматы есть. Это, скажем так, администрация городского округа и на местах, поселениях. Как раньше это были муниципальные образования со своим главой и со своей штатной численностью, с администрацией. Сегодня это можно сделать было или как юрлицо, и как бы даже название можно было по-разному. Вот у нас на территориальное управление, и начальник территориального управления. Вот, Сергей Борисович, они пошли, и я соглашусь, так как более малочисленный населенный пункт, они пошли по пути, скажем так, без образования юрлица. Это, ну, в принципе, отделы, те же самые отделы. Вот сегодня две формы работают, и я скажу, что работают очень эффективно. Сколько сегодня преобразовано в городские округа, и, может быть, в какой пропорции выбрали форму управления? Ну, у нас 10 городских округов на сегодня уже преобразовано. Я не имею в виду города, именно те районы, которые были. Сегодня уже 15, как бы, идут последовательно. Вот, ну, и пропорция, все-таки, как бы, мы считаем больше в сторону юрлиц на сегодняшний день. Но, опять же, специфика каждого района, она своя. Есть районы, где по 50 населенных пунктов, и там совсем немного количества жителей. И вот в Изабинском округе 25 населенных пунктов, и количество жителей, оно большое, 5-7 тысяч и так далее, и так далее. Понятно, что это... Ну, вот в Ипатовске, кстати, да, более 3,5 нет населенных пунктов, а всего населенных пунктов 48. И, естественно, мы пошли по несколько другому пути, но для нас, мы, опять же, считаем, что это очень эффективный путь. В прошлом году прошло внеочередное заседание Совета муниципальных образований, где как раз и поддержали создание муниципальных округов. Были ли сомнения, как все были готовы, как поддержали идеи? Вы знаете, ну, на самом деле, еще предварительно перед этим неочередным собранием было правление, и даже не один раз, когда мы выносили этот вопрос. И причем выносили члены правления, и те приглашенные, которые у нас всегда присутствуют. И этот вопрос всех волновал. Даже еще не ставился, как бы, еще не было этих инициатив от всех районов с целью, чтобы создать, преобразоваться в муниципальные округа. И мне тогда приходилось отвечать на вопросы глав. Глав тех районов, которые думали уже, все-таки они смотрели на нас и спрашивали, Владимир Ильич, все-таки, что вы видите, какие плюсы и так далее. И та аргументация, которую я приводил, она всегда была исчерпывающая. То есть мы разбирали, и в итоге коллеги, они, в принципе, были морально, наверное, готовы к тому, чтобы уже в неочередном собрании поддержать эту инициативу о преобразовании 15 наших муниципальных районов. Главы, это же представители народа на местах. А как народ вообще на это, люди как реагируют? Вы знаете, людям самое важное, чтобы не стало хуже, а стало только лучше. Я думаю, опыт наших округов, Сергей Борисович, я уверен, сейчас добывает, показывает, что точно хуже не стало, а лучше все-таки стало. И стало достаточно значительно. Это можно цифрами доказать и теми делами, которые сейчас происходят в наших округах. Поэтому, конечно, здесь большая работа депутатского корпуса. Все-таки им принимать эти решения необходимо было. Затем обязательно проходят, вы знаете, публичные слушания. Это публичные слушания в каждом муниципалитете, а потом в итоге на уровне района. И, естественно, людей слышат, и людям объясняют и убеждают. Сначала депутаты, затем люди принимают решения на публичных слушаниях и уже выносятся для принятия решений и принятия закона Ставропольского края. Поэтому я не сомневаюсь, что люди и поддерживали, и поддержат, и никогда не будут жалеть о том, что прошли такие преобразования. Сергей Борисович, лучше стало? Несомненно. Несомненно, стало лучше. И вот я абсолютно согласен с Владимиром Ильичем в том, что цифрами мы, конечно, поделимся, наверное, все-таки позже. Но я хотел бы обратить и акцентировать внимание на одном таком немаловажном моменте, который я бы хотел так вот просто своими словами охарактеризовать в слиянии полномочий. Ну, я не знаю, может быть, не для всех это там не секрет, но полномочия у района и у муниципального образования, они несколько разнились. И вот знаете, когда главы сельских поселений все-таки поняли, что у них не забирают полномочия, а наоборот их добавляют. Но я на каком-нибудь примере постараюсь привести. Вот глава в поселении, а полномочия по образованию, они районные. А полномочия по транспортному обслуживанию, они районные. Но стоит отметить, что на месте все равно есть люди, которые представители администрации. Конечно, они остались, но они теперь выстроены в структуру окружного руководства, и теперь все полномочия объединились с районные и поселенческие. И теперь человеку простому, обратившись к главе, ну не придется никогда услышать, это не мои полномочия, и ты обращайся там туда-то. Вот, это несомненный плюс. И, конечно же, второе, в чем я абсолютно поддерживаю, Владимир Владимирович, в том, что цифры, ну, наверное, не всегда у них на слуху. И я имею в виду жители, и они, наверное, там ими не владеют в такой степени, как мы. А вот в конкретных делах, которые выражаются в том, что в каждом селе практически начали появляться объекты. В каждом селе что-то обязательно делается, и даже по росту, вот, приложение этих сил, по росту количества объектов, конечно же, видно, что в округе гораздо людям стало комфортнее. Ну вот, а люди скажут, ну что мне там полномочия? Мне вот главное, чтобы дорога была, чтобы там лампа светила. Нет, полномочия тоже немаловажный фактор. Вот, я хочу, чтобы меня поняли правильно. Вот, если человек обращался к главе, да, который не имел на это полномочий, то его, как бы, отправляли, например, в район. Или обращался в район, не имея полномочий. Никто его, конечно, не отправлял, но все это затягивалось очень сильно. На сегодняшний день, выстроив вот эту систему единого подхода к выполнению всех полномочий, конечно же, мы и время, и эффективность принятия решений, конечно же, существенно увеличим. Мы просто исключили дублирование функций, что тоже очень важно, и объединили, скажем так, в принципе, и полномочия, и функционал в единое целое. В единое целое. Я простой пример просто приведу. Вот, скажем так, перевозки, маршрутки и так далее. Раньше было четко район и населенный пункт. Населенный пункт свои полномочия, в районе свои. И от одного населенного пункта до другого район организовывают. Это от автостанции до автостанции, а людям надо больницу, людям надо пенсионный фонд и так далее, и так далее. А мы не могли просто выстроить эти маршруты, потому что это были не наши функции. Вот он должен выйти, сесть маршрутку, пересесть на городскую, допустим, или поселевскую, и ехать. И с кого спрашивать, если вдруг на маршрут не вышел? Сегодня нет проблем никаких. Мы просто-напросто делаем тот маршрут, который людям удобен. Это практически снимает полностью. Этот маленький пример, но он очень показательный. Давайте посмотрим еще примеры на примере, прошу прощения за тавтологию, изобильницкого городского округа, сюжет Джамиля Ибрагимовой. Давайте посмотрим. Детишки из новоизобильного после школы бегут на площадку. Новая ведь. Как себе отказать в таком удовольствии? Тем более, свежо еще воспоминания о старом комплексе, на котором раньше коротали время. С ржавыми футбольными воротами и покосившимися в баскетбольными кольцами. Когда ее не было, мы играли на обычном поле, где было не очень удобно, без сетки, без каких-то приспособлений. Тут хорошее поле, мы вечерами здесь собираемся. Гонять мяч по мягкому резиновому покрытию всякое поприятнее, чем по заросшей колючей траве. Родители тоже довольны. Теперь точно знают, где искать своих школьников. Сейчас они просто им самим становятся очень интересно и предпочитают здесь проводить, допустим, все время свободное, которое у них есть, в неурочное время. Нежели, допустим, где-то они собирались, гуляли там по поселку. Небольшой хутор Широбоков тоже переживает изменения, каких тут не видели много лет. Взять хотя бы дом культуры. 52 года тут поют, танцуют, ставят постановки. В последнее время, когда под ногами уже скрипел старый пол, это стало затруднительно. А потом тут сделали ремонт, и ДК порядочно помолодел. Солисты ансамбля «Хуторяночка» так репетируют свои песни, хотя больше это напоминают теплые домашние посиделки. С пирогами, чаем, да с музыкой. А теперь вокруг все такое новенькое, вдвойне приятнее. Сначала чайку попьем, нас пригласят попьем чайку, а потом садимся, начинаем петь. Песню всегда начинаем петь, как говорится, для души. Изобильнинский городской округ вот уже два года как не район. Изменилось не только название, изменилось все. Жители теперь легче получают государственные услуги. За счет сокращения административного аппарата экономятся бюджетные деньги, которые потом успешно пускают на развитие сел и строительство новых объектов. Джамиля Ибрагимова, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Джамиля вкратце буквально сказала, что изменилось за два года благодаря преобразованию. Чуть подробнее можно. Вы знаете, вот как раз очень хорошие примеры. Новоизобильные порядка полутора тысяч населения, Широбоков около 700 человек. У них не было шанса в принципе участвовать в каких-то программах. То финансирование, тот бюджет, который был в поселении, в муниципальном образовании еще в 17-м году, он просто не позволял этого делать практически. То есть деньги шли только на содержание аппарата и все. На сегодня городской округ позволяет любому поселению участвовать в программах. Мы финансируем, причем это, скажем так, принимается решение абсолютно бескомпромиссно. Финансируем все, что связано с участием в программах уровня края и в том числе федерации. И вот Новоизобильная площадка, Широбоков сделали, Дом культуры. В следующем году, в этом году уже прошли торги. Будет такая же многофункциональная площадка. Население 700 человек. Населенный пункт начал развиваться. Шансов до этого практически не было. Наш бюджет консолидированный позволяет нам комплексно подходить и делать так, чтобы все населенные пункты... Вот мы в этом году порядка 19 проектов проходят, у нас там под 60 миллионов. Все населенные пункты поучаствуют, и везде будут какие-то хорошие, большие объекты. Я скажу, что до создания городских округов всего лишь из 25, ну где-то 5 поселений позволяли себе участвовать в каких-то там 1-2 программы. Сейчас каждый населенный пункт 2-3, а то и 4 программы. Вот подлужно взять, там 4 программы работают сегодня. Там и БКД заходят, и местные инициативы... А дороги давно не ремонтировались, да? С территориям, да. Вы понимаете, вот сейчас у нас уже стратегия, у нас уже комплексный такой подход, когда мы... Да, местные инициативы везде, БКД везде, где необходим, ну, скажем так, в соответствии с финансированием и так далее. И городская среда, у нас уже мы можем зайти в любой населенный пункт. Поэтому я уверенно могу сказать, что преобразование как раз дали возможность и толчок к такому развитию. Ну, конечно, развитие нашего края тут без этого не надо. Сергей Борисович, в Упатовском городском округе такие же положительные примеры есть, да? Я с цифрами теперь, поскольку обещал к ним вернуться. Вы знаете, до 70% в некоторых муниципалитетах доходил процент на содержание органов местного сопровождения. Естественно, не хватало не только на софинансирование, о чем говорит Владимир Ильич, не хватало ни на проекты, не хватало ни на экспертизы этих проектов. И, естественно, входы в программы, они были, как он сказал, для них невозможны. На сегодня консолидированный бюджет позволяет оперативно решать вопросы входа в эти программы путем и софинансирования, и помощи в ПСД, там, экспертизах и так далее. Настолько, что я готов вот такую цифру назвать, что на 1 рубль собственных доходов в муниципалитетах в прошлом, в 2017, например, году, приходилось 3,50 где-то, да, привлеченные денег. А на сегодняшний день мы получаем почти 13 рублей. Мы получаем почти 13 рублей и рост в 3,5 раза. Учитывая федеральные, да, средства тоже? Я имею в виду вообще полностью субсидии, неважно какого уровня. Вот, я имею в виду вообще субсидии. Краевые, федеральные и так далее, от входа в разные там, например, программы. Но суть всех этих преобразований, еще вот цифры, ну, например, 17-й год, 8 проектов местных инициатив, если брать по району. Потом 11, значит, уже, точнее, даже 12, по-моему, 18-й год. И 19-й год, 16 из 16 возможных. 16 из 16 возможных и на 20-й год мы получаем 18 из 18 возможных в связи с расширением рамок. Огромное спасибо губернатору, хочется сказать, в этой связи, потому что все большее количество населенных пута из-за рамок численности населения теперь могут участвовать в этих программах. Но я хотел еще на одном моменте остановиться, Владимир Ильич. Вот у нас в районе, мы еще реализовали в прошлом году, реализуем в этом и планируем, не снижая темпов, еще одну программу. По поводу, вот я говорил, большое количество у нас малых сел. У нас есть населенные пункты с численностью 100 и менее даже человек. И, естественно, они ни в какие вот такие программы не могут входить. И опять-таки, благодаря округу мы сейчас разработали свою программу, назвали ее «Малое село». Это внутренняя программа. Это внутренняя программа, уже окружная наша. И благодаря этой программе вот эти вот маленькие населенные пункты, значит, обязательно в нее входят. И пусть это совсем небольшие проекты пока для начала. Пусть это то, что на сегодняшний день волнует людей. Будь ли это, не знаю, починить ограду на кладбище или там еще что-то сделать. Но в сути это не меняет. Просто каждый человек должен почувствовать свое какое-то внимание. Да, работы впереди еще очень много. Но та динамика, с которой движется на сегодняшний день, она, конечно, впечатляет. Вот бюджет, консолидированный бюджет, прошу прощения, да, это действительно важный источник решения социальных проблем. Но платите налоги в краевой бюджет тоже уже по-взрослому? Ну, как бы у нас система налогового блажения так функционирует, что налоги и нам идут, и часть идет, допустим, на уровень края. Вот мы просто анализировали, скажем так, по нашим инвестиционной составляющей. У нас большие такие инвестиционные проекты реализованы, реализуются. Солнечный дар, тепличный комбинат под 30 миллиардов и Долина Семян, это семенной завод 2,4. Вот за прошлый год солнечный дар уже как бы НДФЛ, 20 миллионов рублей, было проплачено как бы налогов. Вот из этих 20 миллионов 4,5 попали в наш бюджет, остальное в краевой, но это уже наши деньги. А в 2019 году от них уже прошло 9,5 миллионов рублей. И уже начал работать завод семенной, и также там около 4 миллионов рублей пошло в край, и 1,6 миллиона к нам. То есть вот так вот составляющая налоговая распределяется. И вы понимаете, что налог на прибыль, это идет краевой бюджет, НДФЛ это наш, ну и целый ряд, скажем, составляющих там налог на имущество, налог на землю, аренда и так далее. Вот из этого у нас и получается наш, скажем так, составляющая нашего бюджета. Помимо безвозмездных поступлений и так далее. Я вот о чем хотел сказать. У нас, так как немножко система другая, и у нас юрлица, то есть был глава, причем решали так. Все главы я предложил им дальше работать, только в должности начальника теруправления. Раньше, да, они избирались, сегодня они назначаются. Но он со своей печатью, это юрлицо, и со своим бюджетом, сметный бюджет мы называем там, или как бы проектный бюджет, вот они имеют эту финансовую составляющую. Мы забрали от них все самые сложные проблемы, это закупки, распоряжение имуществ, где нужны мощные такие специалисты, они у нас есть в округе. А на уровне поселений, сами понимаете, большая проблема. У нас сейчас все только с высшим образованием работают. Да, уменьшились, сильно уменьшились, было там 11, сейчас 4 человека, 5 человек, но они весь функционал, который, допустим, мы забрали, оставили тот, который непосредственно с населением должен работать, они сохранили это все. И финансирование на все это мы им вернули, а взяли только то, что касается распоряжения имуществом и так далее. Так вот, я просто простую вещь, подлужную опять можно взять. Вот они где-то на свои нужды тратили, помимо содержания аппарата и так далее, полтора миллиона, сегодня 3 миллиона. Они могут ими распоряжаться. Уже что-то можно сделать. Да, это и софинансирование программ, это и какие-то благоустройства и так далее. Все, больше ничего не нужно. Зарплата у людей поднялась, поднялась существенно. Там 16-17 процентов. Люди довольны. Как бы и люди довольны, и люди довольны, которые проживают. И главный наш критерий – это обращение граждан. По обращению граждан, ни одной жалобы на преобразование в округ не поступило за два года, за исключением того, что у нас нотариат, скажем так, в связи с образованием округа ушел с муниципалитетом. Но, слава богу, как бы поддержка правительства нашего губернатора на уровне федерации принят и соответствующий закон. С 1 сентября нотариат возвращается в населенный пункт. И все, вопросов нет. Давайте прервемся. Напомню, что номер телефона прямого эфира – 333-020, код города 8652. Давайте послушаем наших телезрителей. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ваш вопрос. Меня зовут Людмила, я из города Буденовска. У меня такой вопрос. Надо ли менять прописку при создании городского округа? Никакого случая. Спасибо. А в чем составляющая? И городского округа, и муниципального округа. Адресно-территориальное отделение, оно сохраняется. Меняется только административная составляющая округа. То есть у нас так и есть район. Там в адресах пишется, допустим, Баклановская станица, Изабинский район, номер такой-то и так далее. Все, скажем так, ну льготы для сельхоз, территории, они все сохраняются. Это важная, да, отдельная тема льготы. Мы вот хорошо, что вы напомнили, так бы мы о них и не поговорили сегодня. Все сохраняется. И все, что касается людей, никаких, не то что у худших, вообще никаких изменений нет. И меняется только администрирование, скажем так, функционал, скажем так, который не виден для людей. Ну и главное, Мерила, я уже сказал, обращение граждан, у нас с этим все в порядке. Я уверен, что у Сергея Борисовича. То есть люди не почувствовали, что стало хуже. Они это не заметили, это преобразование. Да, волновались, когда шли все. Не заметили, зато они видят то, что происходит на территории. Это выражается в каких-то объектах и так далее. У нас буквально две минуты до конца эфира. Может быть, появились наоборот дополнительные льготы, помимо тех, что сохранились? Ну, дополнительных льгот я не скажу, что какие-то появились. И я хочу вот здесь поддержать Владимира Ильича в чем? При общем, может быть, и увеличении даже количества обращений, которое вызвано, ну, в первую очередь, на мой взгляд, тем, что вот здесь сделали и вот здесь хотим, да, обращений по поводу того, что кто-то почувствовал отрицательное от округа, не было у нас ни одного за эти тоже два года. Вот, при этом хочу тоже вот добавить, что вы ведь понимаете, вот эти программы, которые там по местным инициативам, да, вот, либо какие-то другие, тех, которые участвуют граждане. Они же, естественно, определяются большинством, и поэтому точками приложения на сегодняшний день является то, что определили... То, что люди сами себе решили. И, естественно, они строят планы, которые там и на следующий год, и на следующий год. У меня вот есть, например, село Тахта, которое разбило там себе проект вообще на три года, то есть они делают частями в рамках там каких-то там определенных денег. А есть село, которое решило всем селом, вот ничего нам не надо, и три километра шестьсот метров проложили себе тротуаров. Ну вот им так надо было, и это на самом деле же замечательно. Да, поэтому то, что касается, вот, Владимир Ильич касался сокращения и профессионализма сотрудников, которые вот сейчас на сегодняшний день в округе, я тоже абсолютно полностью поддерживаю, потому что при общем сокращении вот у нас штата на 97 человек, на 97 человек, да, заработные платы выросли. И произошла, будем говорить, вот такая концентрация, централизация умов, усилий, ответственности, я бы тоже на это еще обратил внимание, потому что это повышает все-таки ответственность, вот эта вот система вот такого вот строения округа. Ну что же, я думаю, что наша с вами сегодняшняя беседа еще раз доказывает известную поговорку, что не делается, то к лучшему. Только к лучшему. Спасибо вам большое за встречу, будем ждать вас, и рады, будем видеть вас снова. Спасибо большое. Ну, зрителям своего ТВ желаю. Желаю хорошего вечера.